АПЛОДИСМЕНТЫ И хотя это стихотворение написано сэром Джоном Дэддэном, но оно написано просто как будто вчера, буквально. Мне его надо сейчас найти, а вы пока что-нибудь можете спрашивать. А, вот я его нашла. Пожалуйста, сэр Джон Дэддэн. Ну это просто действительно можно отдавать этим молодым переводчикам и все. Следует, так сказать. У нас за переводы, как на грех, берутся те, кто пишет хуже всех. Ты не таков, и труд твой благородный, и труд сей благородный, ты выбрал сам по скромности природной. Когда б не ты был автор обречен, от неумелых рук терпеть урон, ты воскресил его, и тем по праву ты равную с творцом стяжаешь славу. Коль меньше переводчик одарен, чем автор, не добьется толку он. Ростки ума, что за морем сорвали, на скудной почве примутся едва ли. Их, чтоб они плодоносили впредь, живым дыханием надо бы насогреть. Ты не из тех, кто с голоса чужого твердит за строчкой строчку, слово в слово. Вот рабский труд от всех напрасных мук, не мысль крылатая, не звонкий звук, а не слова. Товар пустой и мелкий, плодятся, как базарные поделки. Иной открыл ты в переводе путь, ты не слова передаешь, но суть. Хранишь не мощь его в устевшем храме, но гения не меркнущее пламя. Где обмелел стихов его поток, ты глубины ему добавить смог. И возместил с избытком все утраты, в каких язык и время виноваты. Околы мнимой точности презрев, ты возродил ритмический напев. И вновь исполнились упругой силой стихов оживших мускулы и живы. И собственный свой дух среди этих строк ты заточил взыскателем и строк. Будь имена другими и пейзажи, на новый лад одетые персонажи. Ты волен был сей труд назвать своим и, как иные, похваляться им. В портрете мастер повторит умело все черточки лица, изгибы тела. Но позу, платье, жесты и поворот он написать по-своему дерзнет. Худорник не бездушное зерцало. Не очень какие-то веселые стихи, но они все имеют вот прямое отношение к переводу. Сначала более грустное такое проще. Я больше не испорчу борозды. Но пороха не выдумают тоже, и черт с ним с порохом. Да жаль звезды, не схваченные на яблоко похожи. Я ни в какую крайность не впаду, а стало быть, не упаду в объятия к обратной крайности. Но о борозду, блюдя, я не останусь без занятия. Я переводчик, верная рука. Индейцев друг и блинолюбцев, впрочем. И если я творю не на века, то все-таки мой сруб довольно прочен. Америки, вот жаль, ты звезды. Их с неба рвут такие неумейки. Зато я не испорчу борозды. Прямую выведу, как по ременьке. Вот, и более такое мажорное, оно тоже. Испанская песенка называется. Вот мой младший ребенок выведу. Эс камильо, эс камильо, бог танцующий с быком, Пахнет полдень белой пылью, окровавленным песком. В день воскресный, как в последний, Ты с утра идешь к обедне, Там тебе грехи отпустит местный поп болельщик твой. Чист и причащен дарами, Ты в дверной помедле прами, В черной тени четкий сгусток двинешься По мостовой эс камильо. Ведь не даром мы владеем этим даром. Видно люк небесной ложи, Сей убийственный балет. Только слабый, только слабый Погибает из-за бабы. Наше дело четче, строже, Выдох, выпад, героя. Ну, давайте теперь спрашивайте вопросы. Хотя там нельзя сказать, Спрашивайте вопросы. Ну тебе можно. Ну мне можно. Какая судьба у комедии ошибок? Она опубликована или нет? Ой, судьба у комедии ошибок, Просто совершенно, Просто я плачу вообще от этой судьбы. Она до сих пор не опубликована. Потому что очень застопорилось дело У этого так называемого Издательского консорциума В Петербурге. Потому что очень трудно им добывать права, А они хотят вот так, прямо так издать. Чтобы там были, знаете, фотографии Там из первых постановок Габлета Какие-то там еще что-то. В английских театрах. Чтобы там Сэр Лоренс Оливье Там во всей своей красе на этих фото там блистал. И чтобы были комментарии оксфордские. На все это надо получать права. И этот бедный Сергей Радлов Совершенно замотался с этими правами. И все это, конечно, затянулось просто страшно. Не говоря уже о том, что она может В первый том не попасть. Ну, получится и что? Ну, академическое издание. Я мечтала, чтобы ее поставил какой-то хороший театр. Но там какие-то грустные истории С этими театрами произошли. Причем шекспировские юбилейные годы Уже прошли как-то. Ну, я, по-моему, рассказывала эту историю. Ну, не знаю. Ну, в общем, Калягинский театр, Который поставил такие комедии ошибок, Но совершенно не в моем результате переводе. Слава Богу, потому что чудовищно. У них получилось просто чудовищный искус. Несмотря на то, что Торо это ставил там. Значит, у меня несколько театров Одновременно попросили эту историю. И у них был там современник, и геранты, В общем-то, и кто-то еще там. И вот Калягинский, это Терраса. Это так. И все там как-то застопорились по разным причинам. Например, в современнике какая-то молодая дева Режиссер должна была это ставить, А она сказала, что она такое уже ставила, Как дипломный свой спектакль. Она не хочет второй раз в ту же году. И вот хотя Волчек хотела, то она не захотела. И вообще какие-то у всех были. А Калягинский вообще ни слуха ни духу. Вдруг звонят и говорят, Ну у нас завтра мы приступаем к репетиции. Я говорю, ребята, ну вообще-то я посмотреть дала, Но мы там как бы еще ни о чем не договорились. Это такой был из всех этих хороших театров. Мы сам не любили, так сказать, вариант. Но я была готова, тем не менее. Сказали, с Турова там ставят. И так с разговорщиками мне там заблит, Или кто там этим занимается. Ну мы конечно там винегретик нарезали, Такой знаете, из вашего перевода. Да еще там два вот этих. Там мини-кор, мини-кор и как его там. Ну они плохие, конечно, переводы. Мы в основном на ваши опирали. Так, извините, извините. Вот с этого места поподробней. А почему, если там плохие? А я, собственно, потому и взяла, что были действительно плохие переводы. До такой степени косноязычные, что вот этот прекрасный фильм, в котором Казаков играет обе роли обоих вот этих близнецов-антифолов. Да. Там пол фильма занимает, короче говоря, фантомину под музыку. Там же текст настолько корявый, он дерет рот, как ложка сухая просто. Ну, не осталось хорошего перевода там как-то было. И я поэтому взялась за эту пьесу. Я, прежде чем согласиться, еще долго дома смотрела, не пересеклась или с каким-то хорошим переводом. У меня вообще, в принципе, я не люблю вот это дело переводить. То, что уже есть, у меня женский подход к этому делу. В нашем литературном хозяйстве, если эта вещь есть и она работает, то зачем мы это сейчас будем выкидывать и купим новую модель? И я взялась именно из-за этого. И они взяли два старых перевода, абсолютно неудобо произносимых, и нарезали какой-то там винегрет. Я, допустим, поверила им, что они чуть-чуть взяли оттуда, и в основном из меня. Но зачем? Потом мне объяснили, зачем. Затем, чтобы не платить автору как автору. Ну, просто такая гнусная история, на самом деле. Сказали бы прямо, я бы не стала дорожиться совершенно, отдала бы им, за какие-нибудь гроши это дело, если бы хорошо поставили. Но чтобы не платить автору как автору, а чтобы платить за использование фрагментов так называемое. И еще, значит, мне вот эта дама сказала по телефону, ну что же вы так расстроились? У нас мы вот и Пастернака с Лозинским смешивали. Ну, ладно, так все ведь делают, ну все. Я ей говорю, значит, а Пастернак и Лозинский, они как в это время были еще женские. Она как в Адутово сказала, нет. Я сказала, знаете, а я вот... Кашель. Поэтому я категорически запрещаю. И даже я, пожалуй, рад был в Питер на это дело. Хотя они забрали у меня эксклюзив надолго, на 15 лет, прямо, буквально, для своей этой вот издательской истории, для своей вот этой вот академической серии шекспертской. Но они разрешили мне, понимая, насколько это привлечет интерес, и когда такой легкий и живой веселый перевод получился, и прочтя там еще в иностранке куски, они разрешили мне взять театральные права себе. То есть на постановку «пожалуйста», мне сказали буквально. Так что я кинулась жаловаться на то, что, значит, наш текст смешали в Венегрет. Он быстро для меня составил грамотный, юридический какой-то текст письма, что, дескать, я категорически против. И они мою фамилию оттуда сняли. А после этого рамп, который так вроде бы хотел, и я бросилась им звонить, они сказали, «Нет, знаете, вы уже этим отдали там как-то, мы уже как-то другое взяли, там тоже что-то шекспировское, но не это, а мы же думали у вас». А там оно давно уже висело в интернете, они же давно хвастались, что они завтра прям приступят к репетиции. И, в общем, вся история таким образом провалилась. Но я все-таки как-то не теряю надежды, что какой-нибудь в общем театр за это дело возьмется. Надо, ну просто, ну нет, сидишь, работаешь, или ты ходишь, или там продвигаешь какие-то свои работы. Ты уже должен взяться за это театр ЗИЛ. ЗИЛа? Нет, театр ЗИЛа? Да, нет, Маринка, знаешь, театр ЗИЛа пусть будет второй. Скажем так. Это же от заменок лежит, да, Маринка? Нет, поминки, нет, поминки это не взяли в результате. По каким-то тоже смешным, в общем, причинам, но у меня есть там на этот счет свои подозрения, но у меня они сказали, ну как они обычно сейчас говорят, как, кто же теперь ставит пьесу в театр? Да еще и комедии. Надо взять, ну это каменьковичный, надо взять роман какой-нибудь, Шишкин, взять и Измаила, переписать его на пьесу. И тогда все будут чесать репу и говорить, как это глубоко, а тут какая-то комедия, в которой сказано ровно то, что в ней уже сказано. Ну и, в общем, так и не взяли. И как-то так ревниво к этому заблит отнеслась там девушка. То ли она сама переводчик, то ли жена переводчика, я не знаю. Точно не знаю. Замекали меня на это, но я как-то не поняла. Вот. Ну, не в этом же суть. Суть в том, что, конечно, я им первым отдала, им понравилось, все. Я даже им всякие предложения там написала, как можно прикольно обыграть разные ошибки Шекспира в этой вещи. Когда он прибавил 7 к 18 и получил 33 в пупыхах. Или когда он там, ну не важно. А, когда близнецы вот эти, что можно сделать совершенно непохожими даже как-то. Алина, они не опубликованы? Они опубликованы в двух журналах. В двух журналах. Кусок в новом мире и большой кусок, практически половина в иностранке. Только два куска. Два куска опубликованы. И публиковать я не могу без этих ребят, потому что эксклюзив на 15 лет. А ребята? А что ребята? А ребята, с которых вы можете опубликовать, они опубликовать конкурс? Они собираются, но они, да, но они застряли с правами. А у них есть конкурс, да? А у них прям, да. Зачем их права, вы спросите? Они хотят, да, англичанские права, они хотят, я понимаю, что не на Шекспира права, но они, прежде чем издать хотя бы один ток, они хотят получить права на все комментарии, на оксфордские комментарии, именно оксфордские. И оксфордских ученых, шекспироведов, которые живут и здравствуют и танцуют на правовом поле. И они хотят вот всякие фотографии, которые все еще принадлежат каким-то там английским наследникам получить. А фотографии английских спектаклей, там сцены этих замечательных. Но я понимаю, что они хотят сделать такой, в общем, цинес. Но он у них долго готовится. А ветреницу у кого была? Ветреницу я даже не знаю. По-моему, никто не пробовал старик. Но мне немножко стыдно уже за эту работу, она такая юношеская все-таки. Я бы сейчас сделала бы немножко ее лаконичнее, как минимум. Там какие-то затяжки, мне кажется, есть. Хотя, в общем, по тем временам она неплохая, конечно, была работа. Для первой, в общем, большую работу. Ветреница эта женщина правила. Правда сказала. Насчет затяжленности это пустяки. Ведь все равно сокращают режиссеры, так сказать, очень основательно. Я бы с радостью помогла сократить, все бы сделала, конечно, если бы кто-то заинтересовался этим текстом. Но это я говорю, надо вот бросить работу, пойти по театрам, сесть на телефон, обзванивать, проситься куда-то. Вот ходить и просить не очень. Не очень я люблю, на самом деле. Обычно как-то так, какой-нибудь не везет, не везет, не везет. А потом раз, и повезет. Будем надеяться. У меня вот еще есть пара вопросов по переводам разным. Вот я спрашиваю у Григория Михайловича, как появился Иисус Христос, суперзвезда. Он скажет, что не полюбили. А вот для вас как полюбили? Ну, то есть имена тамошние, конечно, появились не полюбили. Те имена собственные, которые у нас фигурируют в Иисусе Христе. Потому что это было настолько давно, что театр, по-моему, его Подгородинский звали, Володя, да? Да. Молодежный театр вот этого Владимира Подгородинского из Питера. Тогда еще из Ленинграда, по-моему. Он взялся это ставить чуть ли не еще при советской власти. И они попросили, им дали разрешение на постановку Jesus Christ. Но единственное, что они попросили, это чтобы не дразнить усилий, чтобы дело выглядело так, что оно где-то в далеких заграницах происходит. И у всех американские имена. То есть нам надо было оставить Марию Мэй, Иисуса Джизусом, Иуду сделать Джудасом. И, в общем, мы так, в общем, и сделали, да. Ну, там вообще ничего получилось неплохо. Довольно интересная это была работа такая, ну, необычная. А как у нас там появился, вот, был перевод на Макоку, в принципе, неплохой? Ужасный. Плохой, да? Ужасный просто. То есть нам настолько, вот, калькированный и тяжелый, что там было вплоть до сохранения притяжательных нестремелья. Он поднял свою руку, он опустил свою ногу. Ну, просто, очень хорошая эта вещь. Я ее любила. И ее любили мои дети, которые увлекались фэнтези в тот момент. Ну, про что сейчас хотите? Они меня уговорили, особенно младшие. Про такое произведение? Мы говорим про Алана Гарнера. Вот этот вот двухтомник страшненький, поэтичный, очень красивый. Очень. Это издательство «Росман». «В камень не заживели Бриссингов» первый тон назывался, а второй «Луна в канун Гамрата». Я долго очень над этим сидела. Я вообще прозу не люблю переводить. И писать ее не люблю. Хотя иногда, в общем, приходится и то, и другое делать. Но проза – это как замуж идти. А стихи – это как влюбиться. Чувствуете разницу? Когда переводишь для детей, то нужно рассуждать как ребенок. Вот как вам это удается? Я не знаю. У меня, наверное, очень сильный внутренний ребенок. Это не всегда хорошо, потому что я увлекаюсь как-то. И этот внутренний ребенок может куда-нибудь не туда зависеть на самом деле. Но внутри у каждого взрослого есть такой внутренний ребенок. Причем интересно, что он по ходу жизни периодически меняет возраст и пол. Честно. Вот вы видели когда-нибудь, как взрослый мужчина ведет себя как трехлетняя девочка? Я видела. Бывает такое в жизни, да? Как капризная девочка. Как капризная трехлетняя девочка, да, например. И вот этот внутренний ребенок, он периодически меняет внутри нас возраст и пол. Но есть у него какой-то возраст, который для него более всего привычен. То есть, когда он в привычной для себя обстановке, допустим, мой внутренний ребенок, это, скажем, ну, раньше всегда был такой отрок мужеского пола лет 13-14. Вот, а теперь я даже не уверена, у меня внучка появилась. Я периодически, да, приседаю вот как-то туда. Мелкий возраст и женский пол. А вы не пробовали и не думали переводить Рочестера? Вот все-таки как бы кавалер следующего? Ну, Рочестера нет, не переводила, нет, не было. Я и так извелась с этими кавалерами. Я вообще не люблю никаких больших работ. Таких, которые занимают годы. Я люблю что-нибудь такое. Я не старьер, я скорее спринтер. Но я, тем не менее, вот совершила несколько таких длинных забегов со своей переводческой жизнью. Рочестер был, конечно, очень длинный забег. 8800 шутов строк там было. Вот это было три года из жизни одного только перевода, а потом еще отделка окончательная, полгода. Если бы мне сказали, что я буду вытарствовать пять лет, что случится перестройка, что накроется медным тазом одно за другим три издательства, пока я буду заканчивать эту работу. Если бы мне сказали, что еще пять лет или больше придется ждать, пока его хоть кто-то издаст, я бы, конечно, никогда за него не взялась. Вот, но это был длинный забег такой. А вы не литературные памятники? Нет. Мы не литературные памятники его первыми издали, а издавала его издательство «Грамм» первое. И когда они спросили меня, сколько я хочу за эту работу, я сказала, ребята, вы все равно за вот этот труд вам не расплатиться. Заплатите столько, сколько сможете и издайте. Это был лучший кишев в моей жизни. Потому что они издали действительно довольно быстро, и прямо ее РГКУ включила голову. Она, да, такая перемычка на ней голубенькая, такая стенная перемычка голубенькая была на коричневой серии. Они издали «Кентерберийский», да, «Кентерберийский» и вторым домом вот этот, да. Вот один был забег, второй забег был поэта кавалера длинный. Николай, вы, наверное, не знаете, что совсем недавно был литературный ротчик. А у меня есть там? Да, литературный ротчик. Или вот Лутиянова. Он здоровый, да. Он ужасный. Ну, плохо. Но зато полный. Там даже вполне приличные русские слова. Они стоят в том порядке, как... Ну, я считаю, что лучше никакого тогда, чем плохой, но полный. Нет, я думаю, все. Я думаю, все. И народ уже устал, энергия упала, я уже чувствую. И, в общем, всем большое спасибо, я думаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы чудесные слушатели. И я вот могу такой анонс сделать, что действительно у меня выходят книжки доктора Сьюза, которое тоже было ужасно трудно. Ужасно. Это же совершеннейший безумец. Гениальный безумец этот доктор Сьюз, словесный жонглер. Это такая взрывная смесь Хармса с Чуковским. И вот как раз две книжки только что выстрелили. Они называются «Это только начало» и «Как гринч. Рождество украл». И еще две книжки чуть попозже выйдут. Так что вот у меня четыре книжки доктора Сьюза должны выйти. И покупайте, пока они там есть. Вот их только что заявили буквально. С его оригинальными рисунками. А там это где они? Там. Значит, в издательстве «Азбука». А в «Аверите» их вот заявили. А в магазинах они должны появиться, по-моему, вот-вот. То есть их должны были уже на складах привезли несколько дней назад. У меня была какую-то передачу про это дело по детскому радио 27-го, по-моему. И запись была как раз на днях. И я очень хотела бы одну из этих книг взять в руки. Но мне не дали. Сказали, что вот со склада их еще, ну, нельзя получить сегодня, а можно только послезать. Савтра. Как-то так. В радиошколу. А, с доктором Сьюза. В радиошколу. Приду. Приду. Отлично. И издательство будет в восторге. Да, да, да. Сделаем. Приду. Да, мы можем сделать прям парочку, да. Спасибо большое за сегодня. Сегодняшняя наша встреча была в рамках цикла «Как рождается встреча с приводчиками». Редактор субтитров А.Семкин.